В этом выпуске поговорим об аресте Павла Дурова и об успешных ударах вооруженных сил Украины по российской территории. В субботу вечером во Франции прямо в аэропорту задержали создателя мессенджера «Телеграм» Павла Дурова. По сведениям журналистов, ордер на его арест был выдан в рамках предварительного расследования предполагаемых правонарушений, включая мошенничество, незаконный оборот наркотиков, киберугрозы, организованную преступность и пропаганду терроризма. Прокуратура считает Дурова соучастником этих преступлений, потому что он, как владелец мессенджера «Телеграм», не хотел вводить в него модерацию и сотрудничать с правоохранительными органами. Арест Дурова вызвал в соцсетях много эмоций. Российские патриоты единодушно осуждают действия французских властей, но в то же время не скрывают своего злорадства, как, например, православный олигарх Константин Малафеев. Хотелось бы перефразировать известное выражение «Народ, не желающий кормить свою армию, будет кормить чужую». Владелец интернет-ресурса, не желающий сотрудничать со своими спецслужбами, будет работать на чужие. В либеральном лагере мнение разделились. Некоторые комментаторы одобряют арест, потому что его не одобряют патриоты. Например, публицист Леонид Незлин. За Дурова переживают российские депутаты, блогер Медведев, кремлевские боты и пропагандисты. Внезапно все они оказались поборниками свободы слова. Смешно. Но я совсем не удивлен, что вся агентура ФСБ и АП, независимо от гражданства и видов на жительство, кинется на защиту Дурова. Уже кинулась. В Европе же его защищать будет проблематично и левым, и правым. Ведь взяли Дурова не за политику, а за возможную причастность к созданию инфраструктуры для распространения наркотиков и педофильского контента. И то, что Телеграм активно использовался разными видами мафии, не подлежит никакому сомнению. Французскому правосудию наверняка есть, что предъявить Дурову, говорит расследователь Христа Грозев на канале Александра Плющева. Я не против был бы даже, если он в СПСБ делился информацией о каналах сбыта наркотиков и беспорно. Так что здесь вопрос не в том, с кем он бы сотрудничал, а о чем. Потому что это очевидные вещи, которые нельзя и которые очень легко было бы в фактическом плане ему остановить. Или потом, даже если он не смог заранее остановить, помочь правоохранительным органам разобраться с этим. И это преступная деятельность, с которой мы все согласны, что она преступная. То есть нельзя, чтобы был канал, в котором было видно, что продается детская порно. Это видно прямо в названии канала и что это осталось бы без санкций. Я всегда был за то, что свобода должна быть балансирована. И западное общество, оно давно обнаружило вот этот баланс, с которым можно жить. Есть очень много незаконной, опасной деятельности, которая идет через Телеграм. Я сам свидетель этой. Сейчас анализируем работу всех этих ботов, которые используются ФСБ и ГРУ для рекрутинга, для вербовки фрилансеров, шпионов, которые потом должны делать тюристические акции в европейских странах. И это абсолютно свободным, открытым языком набирают людей по этим каналам. Они рекламируются в Телеграм-каналах, как ТТВ. Ну и никакого противодействия нет со стороны Телеграма. Поэтому для меня очевидно, что французские власти здесь имеют право. Помимо всего прочего, Телеграм активно используют и российские войска. Напоминает создатель мультфильмов про Масяню Олег Куваев. Про Дурова, чтобы вы понимали. С этой оценкой согласен член антивоенного комитета Марат Гельман. Учитывая все обстоятельства, если это поможет оставить без коммуникации российскую армию, я готов сам сесть вместе с Дуровым. В Европе Телеграм воспринимается совершенно не так, как на постсоветском пространстве, утверждает на своем канале оппозиционный политик Максим Кац. Понятное дело, что Телеграм, главное конкурентное преимущество которого анонимность, шифрование и несотрудничество с властями, бесит примерно все национальные правительства на свете. В Европе особенно. Так уж вышло, что в СНГ Телеграм – главное средство коммуникации и источник новостей. Площадка просто для всего, от школьных чатов до министерских переговоров. Но в Европе Телеграм, по сути, Даркнет. Европейцы в основном предпочитают WhatsApp для обычных переговоров. Если у человека где-то в контактах указан никнейм Телеграма, то, скорее всего, ему можно писать сразу по-русски. Маловероятно, что вас не поймут. Если вбить в поиски по Телеграму «российский город», то вы увидите новости, доски объявлений, городские чаты. Но если вобьете название города европейского, почти наверняка первой и второй ссылкой будут магазины наркотиков, а третьей – услуги сексуального характера. В Европе Телеграм занимает вот такую вот рыночную нишу. Им пользуются либо граждане постсоветского пространства, либо преступники. Конечно же, нельзя сказать, что если во Франции у тебя есть Телеграм, то ты либо русский, либо наркоман, либо педофил. Это будет некоторым преувеличением, но не таким уж и далеким от истины. Это верно, кстати, и для Израиля. Я когда приехал и стал общаться с местными людьми, и говорить им, что мне удобнее общаться в Телеграме, они смотрели на меня довольно косо. Телеграм был только у тех, кто закупался травой, и больше ни у кого. В то же время нельзя выступать против Дурова просто потому, что его защищают патриоты, пишет журналист Илья Шепелин. Вижу, что кто-то свою позицию по аресту Дурова выстраивает реактивно. Вот, мол, раз Газманов, Владимир Соловьев, Дмитрий Медведев и еще какие-то ужасающие кретины против ареста Дурова, значит, я буду за. Но прикол Дурова ровно в том, что его и в России посадили бы с большим удовольствием, чем во Франции. И те же самые люди, которые сейчас притворно возмущаются, чтобы поддержать разговор о моральном банкротстве Запада, сейчас яростно кричали бы, что Дуров, пособник террористов, которые переписывались в Телеграме, устраивая теракт в Крокусе и так далее, плохо помогает государству и так далее. Собственно, от всех этих людей и их начальника Дуров и уехал больше десяти лет назад из России, когда его выжили из ВКонтакте, чтобы как-то между струйками просачиваться и выбирать попеременно, на каком из двух стульев сидеть, а не быть привязанным к одному. А на ужасающих кретинов иногда смотреть полезно и забавно. Но строить свою позицию, исходя из того, куда сейчас эти флюгеры повернулись, чтобы делать ровно наоборот, совсем не обязательно. Без Телеграма будет плохо не только российской армии и патриотам, но и независимым российским медиа, напоминает на своем канале журналист Дмитрий Колизев. На мой взгляд, Дурова все-таки неверно ставить в один ряд с такими киберпреступниками, как, например, Рос Ульбрихт, создатель маркетплейса «Шелковый путь» в Дракнете, который сейчас отбывает пожизненный срок в США, потому что на его платформе торговали наркотиками и поддельными документами, а также отмывали деньги. Все-таки Дуров создавал Телеграм не для совершения преступлений, и Телеграм — гораздо более респектабельная платформа, которой пользуются около миллиарда человек по всему миру. И большинство этих людей вовсе не преступники, для них Телеграм — это полезный и важный сервис, а французские власти, насколько известно, даже не пытались добиться удаления Телеграм из магазинов-приложений. Тогда откуда взялись такие серьезные претензии? В общем, на мой взгляд, если Дуров упрется, вооружится хорошими адвокатами и постарается задействовать общественное мнение, то у него и есть шанс отбиться от этих обвинений. Но готов ли он к такой борьбе? С одной стороны, все-таки он в первую очередь предприниматель, а не политический активист, и вряд ли ему захочется повторить судьбу Джулиана Ассанджа. А с другой стороны, ну тайные переписки — это конкурентное преимущество Телеграм, и отказавшись от него, Дуров рискует всем своим бизнесом. У меня лично, как у россиянина и как у независимого журналиста, это все вызывает тревогу. В России сейчас есть две крупные платформы для неподцензурной информации — YouTube и Телеграм. Первую сейчас уничтожают российские власти, а вторую могут уничтожить власти французские. Для россиян, для независимых медиа, для российской политической жизни это было бы серьезным ударом. Так же, как для гражданского общества в других авторитарных странах. Поэтому я все-таки надеюсь, что Павел Дуров окажется на свободе, а Телеграм продолжит работу как безопасная платформа, ключевая ценность которой — это свобода слова. Если считать создателя площадки ответственным за то, что совершается с ее помощью, можно далеко зайти, пишет оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Логика претензий французских спецслужб, мягко скажем, дискуссионная. Считается участником террористов, наркоторговцев и педофилов. Человека, просто придумавшего технологию, которой пользуются в том числе и они тоже? Ну такое. Привет Роскомнадзору 2018. Теперь и в праве демократических стран может появиться очень опасный прецедент. В конечном счете так можно дойти до запрета электричества, воздуха, слов и букв. Потому что всем этим преступники тоже пользуются. Демократия начинается там, где граждане подвергают сомнению действия государства, пишет Наталья Шевшукова. Тест на совка. Прекрасный, безошибочный. Они там лучше знают. Государство разберется. Куда вы лезете? Займитесь своими делами. Я просто доверяю этому государству. Он же — тест на понимание прав и свобод и сути функционирования демократии. Это к вопросу о Дурове. Наступлением на свободу слова возмущается в Триме на своем канале либертарианец Михаил Светов. То, что происходит с Павлом Дуровым, это новая страница, новая страшная страница сворачивания свободы слова в интернете, глобальной цензуры и преследования людей, которые все еще предпринимают усилия для того, чтобы свободу слова в интернете сохранить. Мы с вами наблюдали на протяжении последних лет, как Павел Дуров и Телеграм, которым он руководит, основателем которого он является, преследовались в разных странах мира, начиная с России, когда Роскомнадзор начал блокировать Телеграм в России, когда Телеграм чудом выстоял и сохранил свою независимость в русскоязычном пространстве, интернет-пространстве. Затем Телеграм начали блокировать в Бразилии, затем Телеграм начали пытаться преследовать в Европейском Союзе. И вот окончательный аккорд в этой цензурной кампании — это арест Павла Дурова в Парижском аэропорту. Павел много лет говорил, что старается не появляться в странах, в которых ему может угрожать арест или какое иное политическое преследование, но был вынужден сделать пересадку в французском аэропорту из-за того, что его самолет нуждался в подзарядке. Многие задаются вопросом, почему Дуров приземлился в стране, где его могли арестовать. Некоторые считают, что он бросился в объятия французского правосудия сам, потому что испугался российского. Кирилл Мартынов. Арест Дурова во Франции после его визита в Баку, где одновременно находился Путин, выглядит как попытка избежать худших последствий неудачных переговоров. Но есть и другая версия. Анатолий Несмеян. Как мне кажется, Дуров совершил ровно ту же ошибку, которая привела на днях к гибели нескольких фантастически богатых людей, попавших на своей яхте в самый центр урагана. Они возомнили себя бессмертными и неуязвимыми. Точно так же, как президент Польши потребовал любой ценой сажать самолёт в густом тумане под Смоленском. И ещё многие подобные случаи. Люди с положением и с деньгами перестают себя чувствовать адекватно и начинают жить в каком-то своём персональном мире. Чем бы ни кончилось делать телеграммы, оно станет важным прецедентом в мировом масштабе, говорит политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Live. В Франции, как и любому государству на этой планете, господине Дурове, мне нравится буквально всё. То есть в этом смысле есть какой-то международный интернационал людей, которым мне нравится то, что делает Павел Дуров. Эти люди называются спецслужбы всего мира. В целом, я должен сказать, что у меня нехорошее ощущение, что мы получили достаточно злокачественную историю, которая может развернуться в очень длинную историю. Потому что, в принципе, это дело по своей значимости для эволюции развития информационного общества будет не менее показательным, чем дело Ассанджа. Безусловно, оно может пойти по какому-то другому сценарию, потому что, в отличие от Ассанджа, Дуров в первую очередь предприниматель и бизнесмен, а во вторую очередь общественный деятель. Ну, трудно сказать, где та точка, далее которой он будет сопротивляться, или он пойдёт на компромисс, или уничтожение этого бизнеса, это и будет, собственно говоря, точкой компромисса. Это будет точка определения баланса в отношениях личности и государства в вопросах свободы слова, вот на современном этапе. И, к сожалению, здесь нет простого ответа, потому что эта точка никогда не бывает такой, как её видят ярые либертарианцы или ярые охранители. Она всегда находится где-то посередине, и где именно посередине для всех нас не было важно. А пока французская полиция продлила срок нахождения Павла Дурова под стражей. Возможно, он всё же сможет в скором времени выйти на свободу, надеется журналист Александр Плющев. Возражающие в целом против государства как концепции и считающие его по умолчанию злом уравнивают изначально злонамеренные и неподконтрольные власти России и систему Франции, находящуюся худо-бедно под общественным контролем и подверженную изменениям благодаря выборам и другим демократическим институтам. Но в реальности это не так. В демократической системе у подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осуждённого гораздо больше инструментов и шансов на отстаивание своих прав. Особенно если на это есть деньги. А мы вряд ли будем собирать дурову на адвоката и передачки. Вспомним кейс Сулеймана Керимова в той же Франции и ещё много примеров по всему демократическому миру. Очень надеюсь, что Павел Дуров в ближайшие дни будет освобождён хотя бы и под залог и продолжит защищать свои права на свободе. С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Подкаст «Тейбл Ток» с Александром Генисом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Генис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Тейбл Ток» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой. Вы слушаете «Цитаты свободы» подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. На прошедшей неделе украинской армии удалось нанести целый ряд успешных ударов по стратегическим объектам на российской территории. В результате атаки беспилотников по аэродрому «Мариновка» в Волгоградской области уничтожены складские помещения с авиабомбами и горючим, заявила Служба безопасности Украины. Спутниковые снимки подтвердили, что пожар уничтожил большую часть аэродрома. При этом Украина еще даже не пустила в ход ракеты «Атакамс», отмечает на своем канале журналист Майкл Наки. Из-за атаки приостановилась работа гражданского аэропорта Волгограда на какое-то время, но это наименьший из проблем. Аналитик МТ Андерсона опубликовал спутниковые снимки аэродрома «Мариновка» от 19 августа 2024 года. На них запечатлены 14 фронтовых бомбардировщиков Су-24 и 15 истребителей бомбардировщиков Су-34. Позже он выложил снимок с последствиями налета, отмечая большое количество разрушений вокруг ангаров и к северу от них. Другие эксперты разглядели один уничтоженный и один поврежденный Су-34. Как минимум. Один из украинских телеграм-каналов показывает съемки поврежденных ангаров с земли. В общем, удар очень результативный. Уничтожены боеприпасы, уничтожены самолеты, расхерачен аэродром. Кстати, знаете, что смешно? Укрытия, которые там стоят, были построены за счет не волонтера, сотрудники сделали. Ну, то есть, российская Миноборона официальная до сих пор не делает укрытия для самолетов. Отличный план. Во. Продолжая рисовать их на асфальте и, видимо, раскладывать на них покрышки. Мне нравится. Но, конечно, легкие укрытия от такого не защищают, поэтому, сколько бы ни ныли Z-Faing Core, типа о том, что легкие укрытия от всего спасут, нет. Не от всего они спасут. И, конечно, когда сейчас пойдут, и, я надеюсь, скоро пойдут удары АТКМСами по этим аэродромам, то там вообще ни один самолет не успеет взлететь. В Z-каналах оплакивают аэродром и делают примерно те же неутешительные выводы. Канал Fighter Bomber. Завтра украинцам разрешат использовать дальнобойные ракеты всех типов и видов, которые летят не 120 км в час и шансов на вывод не дадут. И, разумеется, украинцы постараются неожиданно влупить сразу на все деньги. Неподалеку от города Пролетарск Ростовской области беспилотники атаковали нефтебазу и вызвали пожар, который не удается потушить с 17 августа. Во время тушения пожара только по официальным данным пострадало 49 пожарных. 15 из них были госпитализированы. На самом деле пострадавших могло быть и больше, комментирует пожарный блогер Скилд Камикадзе на канале Александра Плющева. Проблема была в том, что нефтебаза расположена очень вдалеке от густонаселенной местности. Поэтому силы и средства пожарной охраны, которые туда приехали изначально, потушить это не могли ничем никак и никогда. Будем честны, поскольку было упущено время, когда можно было потушить эти два конкретных очага, то уже на следующий день, даже с учетом тех сил и средств, которые были вызваны дополнительно, их уже не хватало опять-таки на то, что уже разбилось. И на второй день по тому, что я видел, не было никакой объективной возможности и необходимости тушить. Потому что в тот момент, когда руководитель тушения пожара видит, что сил и средств не хватает для того, чтобы его локализовать, то есть остановить его распространение, руководитель тушения пожара по нормативным документам обязан объявить, что на пожаре сложилась чрезвычайная ситуация и отводить личный состав. Столько положить людей и положить их просто потому, что захотелось показать, как мы доблестно тушим государственную столярку, это жесть. В доблестном тушении приняли участие даже священники Русской Православной Церкви. Но и это не помогло, иронизирует Андрей Григорьев. Нельзя не отметить, что обряд изгнания бесовского огня, проведенный батюшками из РПЦ, все же привел к положительной динамике. Горит теперь куда интенсивнее, хлопки звучат все чаще, значит скоро с Божьей помощью все прогорит и само потухнет. Украинские комментаторы ликуют. Александр Коваленко. На мой взгляд, это самое результативное успешное сбитие и падение обломков за весь период полномасштабной войны и вообще среди ударов по нефтеперерабатывающей отрасли России. Один дрон минус минимум 20 резервуаров. Так и резервуары могут закончиться в европейской части России, что также, к слову сказать, влияет на обеспечение российских оккупационных войск ГСМ. Про гражданских не говорю, они в России никого никогда не интересовали. Из региона стоило бы эвакуировать по крайней мере детей и пожилых людей, отмечает эколог, журналист Алексей Мачалов на канале Ходорковский Лаев. Обычно оценивать подобные ЧП можно после того, как они уже локализованы и после этого начинает проводиться какой-то обсчет и вообще анализ ущерба. Но то, что я слышу в новостях про отказ в эвакуации жителей, это, конечно, очень странная новость, потому что, конечно же, независимо от диагнозов, независимо от здоровья, конечно, жителей нужно эвакуировать из подобных районов, даже не только потому, что могут быть последующие взрывы, но и именно из-за очень негативного вреда здоровья. Но мы все с вами живем чаще всего в городах и так или иначе слышим о том вреде здоровья, который приносит автомобильный транспорт, который просто ездит по дорогам и сжигает топливо, при том, что у автомобиля есть катализаторы и прочие разные системы экологии современной, а здесь просто в открытой местности разносимой всеми ветрами горит просто огромная емкость с нефтепродуктами и, конечно же, ветра разносят это все на окружающие населенные пункты, поэтому именно моментная опасность для людей очень большая. Я бы, честно говоря, особенно детей, стариков бы постарался оттуда увезти, потому что даже если у человека не было бронхиальной астмы, она появится после таких историй. Но об этом власти региона явно не думают, пишет журналист Николай Митрохин. Вообще-то то, что происходит в Пролетарской Ростовской области крупнейшая экологическая катастрофа, сопоставимая только с мощнейшими лесными пожарами. Выгорания не менее 20 баков нефтехранилищ не могут потушить уже 5 дней. Атмосфера загрязнена до смога на 180 километров вокруг. Но об этом кажется региональной и федеральной власти думают меньше всего. Возможно, когда смог дойдет до курортов и до Турции, спохватится. Впрочем, с тех пор ВСУ сожгли еще паром с 30-ю топливными цистернами в порту Кавказ. Объемы, конечно, не те, что в базе Росрезерва, но некоторые представления о том, что происходит в Ростовской области курортникам дают. Проукраинских комментаторов порадовало и уничтожение парома, который перевозил топливо в Крым. Это выглядит как часть большого плана, комментирует на своем канале политический аналитик Иван Яковина. В Крыму авиация тоже большие понесла потери не только в результате ударов украинских крылатых ракет и дронов по крымским аэродромам, но и из-за вчерашнего эпизода, когда был нанесен удар крылатыми ракетами «Нептун» по парому «Конратрейдер», который был наполнен железнодорожными цистернами с бензином. Это большой очень такой корабль «Конратрейдер». На него умещается целый железнодорожный состав. И вот туда загнали состав с цистернами с то ли бензином, я в других источниках видел, что это все-таки был авиационный керосин, опять же. И сгорело это все, а сам паром утонул в результате этого удара. То есть, если это был авиационный керосин, то российская авиация, российские самолеты, вертолеты в Крыму в ближайшие пару недель тоже будут на голодном топливном пайке, у них не будет возможности летать так много, как они хотели бы. И вот такая работа, если она ведется планомерно, системно, выбиваются аэродромы, уничтожается боекомплект, бомбы, ракеты взрываются прямо там на аэродромах, если уничтожаются, тем инфраструктура аэродромная, то есть, в результате российская авиация будет очень обескровлена, лишена возможности летать так много, как ей хотелось бы, как хотелось ее командованию, и в результате давление с воздуха на украинскую армию будет существенным образом ослаблено. Я думаю, что это может сыграть очень серьезную роль в остановке российского наступления на Донбассе. Похожую оценку действиям украинской армии дает российский оппозиционный активист Дмитрий Чернышев. Украинские дроны наносят удар не по производству бензина для армии, они сотрясают все здания российской экономики. Интересно, если все так прекрасно, то почему российская статистика закрыта, а правительство России в очередной раз продлило запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года. Завались же бензина. Кстати, напомню, что в цене одного литра топлива в России акцизы и налоги и так составляют более 70%. И держат из последних сил цену на бензин не из человеколюбия, а потому, что это еще сильнее увеличит инфляцию в России. А когда украинский дрон стоимостью в несколько тысяч долларов выводит из строя оборудование НПЗ стоимостью в несколько десятков миллионов долларов, то это отличная стратегия для Украины. Провоенные блогеры несколько приуныли. Многие из них задаются вопросом, есть ли у России ответная стратегия, и приходят к выводу, что ее не видно. Кремль давно утратил связь с реальностью, пишет отставной полковник ГРУ Владимир Квачков. Самое страшное, когда сам начинаешь верить и жить под воздействием своей же собственной пропаганды. Десятилетиями администрация президента занималась тем, что создавала виртуальные схемы, в которых жизнь в РФ была прекрасной. Не важно, что схема не соответствовала реалиям, ведь ее правдивость не могут проверить все одновременно. Когда пришла война, АП-шка начала делать то же самое. Не бегство из-под Харькова, а перегруппировка, не сдача Херсона, а не простые решения и так далее. И опять же, худо-бедно, но это работало. И вот потому, что это работало, сама власть и ее обслуга уверовали в свою же собственную пропаганду. Обстреляли Курскую АЭС, ерунда, это падение обломков беспилотника, потопили паром, мелочь, просто неудачная переправа топлива, вторглись в Курскую область, ничего страшного, это провокация. Когда подтянут в ГАГу, в принципе, тоже ничего страшного, просто смена обстановки, новые люди, другой микроклимат, новые эмоции и отрицательный успех. Квачков не одинок. Похожие оценки все чаще звучат даже в теле и радиоэфире, отмечает на своем канале украинский публицист Денис Казанский. Настал такой определенный упадок у российских пропагандистов и очевидно, что наступило такое разочарование, что они не верят больше в могущество российской армии, не верят в могущество Путина. Ну, то есть, те, кто получает какой-то паек, свои картофельные очистки, они еще изображают эту веру, типа Маргариты Симоньяна, она еще там пишет, что вот-вот, сейчас там как жахнем и так далее. А те, очевидно, кому меньше платят или у кого там, скажем так, нервы не такие крепкие, те уже прямо начинают в открытую выдавать то, что они думают на самом деле. Нельзя побеждать в войне и при этом постоянно нагло врать на каждом уровне, как пишет военный блогер Роман Алехин. Лучше не скажешь. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова